Друзья, всем привет! Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Давненько я не выходил в эфир, но у меня тоже, поймите, я веду телеграм-канал с ежедневными обзорами, там стараюсь давать аналитику в моменте, но это не исключает того, что на ютубе я тоже делюсь своими соображениями по рынку в полном объеме, там не как-то обрезано. Действительно, в прошлом выпуске я показывал вам то, что все, что мы с вами наблюдали до уровня 9 тысяч долларов, это обыкновенное вытряхивание. Причем хотел бы обратить внимание, что на самом деле поддержки-то я у многих трейдеров и не нашел, потому что действительно тогда все рассматривали уровень 6-7, ну 8 тысяч, это в лучшем случае. В прошлом выпуске я дал свои соображения, почему я так считаю, соответственно, дал точки входа неплохие, которые на данный момент уже людям принесли какой-то процент. Ну и, собственно говоря, давайте с вами разберем, что же нам стоит ожидать по рынку дальше. Сейчас многие переметнулись на анализ по скользящим средним, на самом деле я не совсем понимаю смысла этого анализа. Во-первых, он сейчас скажет, что работает, нельзя сказать, что он работает, сказать, что он не работает, но да, где-то скользящий средний попадает, но только потому, что они идут вместе с графиком цены. И строить свой анализ, отталкиваясь исключительно от скользящих средних, ну это прям, друзья, бред. Я глубоко убежденный человек в том, что так как данный рынок манипулируемый и то, что сейчас проворачивает маркетмейкер на этом рынке, на фондовом рынке, человека бы уже или организацию, группу людей посадили бы уже давно, считаю, что здесь надо отталкиваться исключительно от того, что выгодно человеку или группе лиц, который хочет тебя поиметь. И на данных движениях маркетмейкер довольно часто себя выдает. Во-первых, он себя выдавал на уровне, на откупе уровней 10 тысяч долларов. Также, когда мы с вами шли на коррекцию от 13 тысяч, вот на этом локальном откате, он себя выдавал на уровне 11 тысяч долларов. Вы же понимаете, что это набирается позиция на многие-многие-многие миллионы долларов. И такие позиции в обязательном порядке нужно будет распределять. А, собственно говоря, поэтому и в прошлом выпуске я говорил, что очень маловероятно, что нас сейчас будут по стандартному сценарию откаты вести ниже. Мне очень хочется себя хвалить, но многие трейдеры действительно моих соображений не разделили. Там у всех был откат, и никто даже не рассматривал такого варианта, что мы остаемся в уровне 9-13 тысяч долларов, то, что мы в нем будем консолидироваться более глобально. Но еще раз говорю, я считаю, что нужно отталкиваться от того, что выгодно маркетмейкеру. В любом случае, все манипуляционные движения он будет проводить в свою пользу. И понимая, в чем заключается его выгода, мы тоже можем отхватить какой-то кусок. Что касается ситуации с биткоином. Сейчас мы с вами увидели ожидаемый мной пробой уровней 10 тысяч долларов. Далее я ожидаю, что потихонечку маркетмейкер будет вытягивать, также с вытряхиваниями, на уровень 11-200. Уровень 11-200 уже будет для многих трейдеров знаковым. Абсолютное большинство перевернется и там начнет набирать позиции. Соответственно, таким образом, дотянув до уровня 11-200, мы с вами уже сможем наблюдать более интересные движения. Я думаю, если рассматривать цену более глобально, то нам стоит с вами ожидать уровня 12-500 плюс-минус. Говорить о пробое 13 тысяч пока немножечко рано. Потому что там сосредоточено довольно большое количество продавцов. И там нужно будет отслеживать данную ситуацию в моменте. Но хотел бы вам объяснить такой момент, что набираются позиции на многие-многие-многие миллионы долларов. И распределять их, даже набрав их в среднем, там 10-11, 11-500 были наборы хорошие, распределять их на 12-500, мне кажется, ну такое. Поэтому совсем глобально это не прогноз, только вот здесь соображение. Потому что пока что об этом рано говорить, но есть такие идеи. Я думаю, все-таки более глобально нам стоит с вами ожидать пробула уровня 13-500 и, наверное, какой-то еще один ложный прыжок выше. С которого уже, вероятнее всего, будет какой-то более крутой откат, будет набрано большее количество пассажиров. И на этом количестве новых инвесторов будет распределяться маркет-мейкер. Также хотел бы обратить ваше внимание на то, что в рынке действительно сейчас довольно большое количество новых участников. Единственный момент, они только к нему присмотрелись, потому что я это обращаю внимание и по комментариям, и по вопросам. Кто-то рассматривает уже варианты майнинга. Даже мне там по моим фермам, на которые я уже давно плюнул, и то начали люди звонить насчет того, что хотят там купить их. И вот этот откат, он на самом деле будет довольно неплохо, потому что люди обратили внимание на биткоин на уровне 13 тысяч долларов. Дальше он начал откатываться. Сейчас они все это дело изучают, говорят, что это откат, восходящий тренд. Дальше будет еще более крутой рост. Присматриваются. Сейчас они не успели войти в рынок. Соответственно, увидев сейчас более глобальный рост, они поймут свою ошибку, начнут влетать в рынок, а маркет-мейкер начнет распределять свои позиции, собственно говоря, тем самым засадив этих новых участников рынка. Но это просто один из сценариев, которые я рассматриваю, не более чем демагоги, основанные на уже многолетнем опыте трейдеров в криптовалюте. Давайте рассмотрим ситуацию более локально. Локально, я думаю, что мы сейчас будем наблюдать в уровне 10 тысяч 500, 11 200, какую-то волатильность. Ну и, соответственно, уже от уровня 11 200 при каком-то закреплении мы с вами будем видеть более резкие движения биткоина. Что касается альткоинов, в группе с ежедневными обзорами я давал точку входа на альты, которые дошли до своего минимума зимнего. Соответственно, в прошлом выпуске я тоже говорил, что довольно неплохо было бы прикупить Ripple на уровне 30-31 цент. Те, кто взяли этот актив, пишут мне сейчас только благодарности. Другой момент, то что все же там должны быть более глобальные цены. Во-первых, стоит отследить то, как удерживается уровень по тому же Ripple. То есть, грубо говоря, у нас держится уровень 34 центов, после него абсолютно вообще ничего нету до уровня 41-42 центов. И, соответственно, тут только вопрос времени, когда маркетмейкер перестанет держать уровень по альте, по этой, и мы начнем наблюдать прострелы выше. Что касается биткоина, довольно сейчас начали вылезать люди, говорить мне про бакт. Да, в понедельник будет тестовый запуск. Возможно, СМИ подрисуют эту новость под рост биткоина, но вы должны прекрасно и четко понимать, что сейчас будет рост биткоина. Он никоим образом не связан с этим новостным событием. Он связан исключительно с набранными позициями маркетмейкера. Также хотел бы уточнить по сделкам. Соответственно, тот, кто заходил от 9300 по уровню, который я давал, считает, что сейчас стоит держать стоп где-то на уровне 10350 плюс-минус. Потому что волатильность у нас идет до 10600. И если данный локальный уровень не удержим, то действительно довольно большое количество продаж мы с вами будем наблюдать. И как минимум к уровню 10 тысяч долларов нас с вами должны будут обратно вернуть. Поэтому я предлагаю ограничение убытков довольно большое. То, например, по Ripple я давал, соответственно, точку входа 30-31 цент. Ограничение убытков на 28 центов я, соответственно, поставил под линию стопов. Потому что, например, тот же Ripple, ну и как много Alta, они только показали свой первый импульс. И этот импульс еще могут зарубить. Поэтому стоит все-таки под глобальный уровень ставить свое ограничение убытков. Соответственно, давайте подведем небольшое резюме. По рынку я считаю, что если совсем локально, то вероятнее всего сейчас будет какое-то вытряхивание, какая-то турбулентность. Более среднесрочно все же я рассматриваю рост по данному активу. Насчет альткоинов. Вопрос времени, когда маркетмейкер отпустит все эти стенки и они опять начнут стрелять. Поэтому я бы на вашем месте, если вы до сих пор думаете по какой-то причине, начал бы рассматривать позиции не в биткоине, а именно в альткоинах. И в альткоинах наиболее безопасных, которые, например, находятся типа Ripple, типа Stellar Lumen, которые находятся у своих донных значений, которые были зимой. Потому что если сейчас польется весь рынок, то эфир польется сейчас с уровня там 230 долларов, он польется на 130, понимаете, это там почти 50%. Те же активы, которые торгуются не очень далеко от своих донных значений, они такого отката давать не будут. И поэтому, когда рынок максимально непрозрачный, лучше выбирать активы, которые наиболее безопасны. Еще раз хотел бы вам напомнить, что у меня есть группа с ежедневными обзорами, там платная подписка, но стоимость подписки самая дорогая 10 долларов, а при оплате 3 месяцев получается 6,6 долларов. Это на самом деле вообще какие-то копейки, но сделал я это специально, чтобы аудитория, которая там находилась, в этой группе, она была максимально адекватной. Действительно, там есть чат, люди друг другу помогают, там все заинтересованные, все адекватные ребята. И честно говоря, если бы я не был в медиапространстве, был бы просто обыкновенным трейдером, я бы на такие ежедневные обзоры подписался, потому что оно действительно того стоит. Это не какой-то там самопиар, я просто действительно считаю, что это очень полезная группа. И вот это вот ограничение копеечное сделано специально для того, чтобы там не было никаких троллей, никаких суперумников, для того, чтобы там была максимально комфортная атмосфера. Поэтому, друзья, если вы желаете оформить подписку, ссылку на форму вы найдете в описании. Лайк, подписка, комментарий. Работаем.